Инжир. Древнее название смоковница, а также райское дерево. Итак, целый плод инжира, а также два плода в разрезе с очень сочной ароматной мякотью красного цвета, а также гранатовый плод с очень красными яркими ягодами. История Инжира, древнее название смоковница, уходит в очень глубокую древнюю историю. В Библии, в книге Бытие говорится о том, что первые люди на земле, Адам и Ева, пошили себе одежду из листьев смоковницы, то есть с инжира. Это очень важный момент, так как Адам и Ева на тот момент находились в райском саду, в Эдемском саду. И они пошили себе первую одежду из листьев смоковницы, из инжира. Это означает, что инжир, смоковница, это райское дерево, которое росло в райском саду, в Эдемском саду. И чудесным образом это дерево попало за пределы райского сада. И теперь у нас есть возможность, по сути дела, кушать райские опады инжира, смоковницы. Инжир это очень полезное растение с очень высокими целебными свойствами. Так же и гранат. Сниму поближе саму мякоть инжира. Очень красивые плоды. Вот целый плод. И здесь два плода в разрезе. Это уже спелый инжир созревший. И очень вкусный, сочный гранат. Так же есть исторические данные о том, что инжир взаимосвязан с гранатом, с оливковым деревом, а также с виноградом, что это все райские деревья, которые попали к нам с райского сада. Так, сниму поближе. Очень красивые ягоды у граната. Мякоть инжира, конечно, впечатляет своей сочностью, ароматностью. Очень сладкие плоды. Райские плоды инжира с моковницей. Это темный сорт инжира. Фиолетовый. Фиолетовые плоды. Созревает в сентябре, в октябре. Сейчас октябрь 2021 года. Игорь Негода. Продолжение следует...